Спасибо за представление. И мы действительно начнём наш доклад с вопроса, потому что мы сейчас будем говорить об иммунотерапии. Очень хотелось бы узнать у нашей аудитории, имеете ли вы опыт лечения больных раком пищевода иммуноонкологическими препаратами. Да, имею, нет, не имею. Просьба высказать своё мнение, чтобы мы познакомились с аудиторией, потому что мы знаем, что это новый метод лечения. Получается у нас практики использовать или нет. Но пока идёт голосование, могу рассказать, что у нас есть двое больных, которые получают лечение иммунотерапией по поводу рака пищевода. Это не первая линия терапии, поскольку пациенты уже достаточно, ну, наверное, больше полугода получают это лечение. И, в общем-то, это в третьей линии лечения при исчерпанных возможностях. Но то, что на сегодня, можно сказать, что они на этой линии терапии более длительно остались на лечении, нежели на всех предыдущих, которые были, нас это воодушевляет к тому, чтобы всё-таки иммуноонкология смогла нам помочь в лечении этого тяжёлого недуга. Результаты получены и достаточно такие противоречивые. Да, имеют 32% всего ответила. Нет, не имею, пока 68% участников. Я думаю, что всё впереди, потому что это действительно новый метод лечения. Давайте обратимся к статистике. Мы понимаем, что статистические показатели по поводу рака пищевода. Они не самые лучшие. Согласно каталогу «Глубокан», в 2020 году число заболевших составило 604 тысячи пациентов и смертей 544 тысячи. То есть мы видим на графике то, что заболеваемость и смертность, они, к сожалению, совпадают при этой патологии. Это отличает эту патологию от других злокачественных образований. Ну и позволяет нам говорить о том, что, наверное, наши возможности лечения всё-таки оставляют желать лучшего при данной ситуации у пациентов. И в целом рак пищевода диагностируется более чем у половины пациентов на поздних стадиях. Меньше 60% больных обращаются с локальными стадиями, не подвергаются хирургическому лечению. И 70-80% больных имеют поражение регионарных лимфоузлов. Какие же у нас есть предпосылки к иммунотерапии? Ну, посмотрим на частоту соматических мутаций. В их зоне в парах опухоли нормальная ткань. Мы видим, что рак пищевода относится к одному из самых иммуногенных вариантов по своему показателю частоты соматических мутаций. И также мы знаем, что экспрессия PDL1 влияет на прогноз заболевания у этих пациентов. И при наличии PDL-позитивного статуса прогноз у этих больных ухудшается. Также мы понимаем, что на продолжительность жизни влияет и гистология, и стадия заболевания. Аденокарцинома имеет более низкие показатели. Что касается стадии заболевания, конечно, третья стадия заболевания существенно ухудшает продолжительность жизни пациентов. А вот тот арсенал иммуно-онкологических исследований, которые нам позволяют говорить сегодня о лечении рака пищевода таким новым направлением, как иммуно-онкология. Мы видим, что на сегодня у нас есть не только опции во всех линиях терапии, но уже даже и в адювантной терапии. И мы видим, что здесь можно использовать и монотерапию, и комбинацию. И, собственно говоря, об этом мы остановимся дальше. Начнём мы исторически с третьей линии терапии. Это исследование Киноут, одно из самых первых, которое было опубликовано, Киноут 0.59, которое позволило оценить объективный статус у пациентов, ответивших на терапию пембролизумабом, при наличии ПДЛ позитивного СПС шкалы более единицы. Подсчёт этот нам говорит о том, что у этих больных именно частота общих ответов была более высокой, 15%, а медиана длительности также значимо отличалась от пациентов, которые имели СПС менее единицы. Ещё одно исследование у пациентов, которые были предлечены, имели плоскоклеточный рак пищевода, препарат Неволюмаб, который использовался у пациентов в исследовании Тракшн-1. И на сегодня мы имеем на последнем АСК этого года представлены пятилетние результаты этого исследования. Мы имеем пятилетнюю выживаемость у таких пациентов. И я думаю, что на сегодня это самые длительные отслеженные результаты лечения больных раком пищевода с помощью иммунопрепаратов. Тракшн-2 пациенты, которые имели аденокарциному, это азиатская популяция, также поздние линии лечения. Неволюмаб сравнили с плацебо. И было получено, что общая выживаемость значимо отличалась от группы сравнения. И также было показано, что общая выживаемость при достижении полной частичной регрессии значимо увеличивается, составляет более чем 35%. И это не зависит от ПДЛ статуса пациента. Вторая линия лечения – монотерапия. Исследование Киноут-061, пембролизумаб при аденокарциноме пищевода. Исследование проводилось во многих странах. И сравнение происходило пембролизумаб с химиотерапией поплитоксилов стандартных дозов. Все пациенты включались с экспрессией ПДЛ-1 больше единицы. Но нужно сказать, что первичной и конечной точкой было не достигнуто, поскольку пембролизумаб достоверно не улучшил общую выживаемость по сравнению с химиотерапией. И во второй линии у пациентов, имеющих СПС больше единицы. Но было обнаружено, что пациенты, которые имеют СПС больше 10, то общая выживаемость именно в этой подгруппе значимо отличалась. Таким образом, это послужило поводом к другому исследованию. И Киноут-181 по лечению больных пембролизумаба во второй линии при плоскоклеточном раке пищевода позволило сравнить пембролизумаб с одним из вариантов химиотерапии. Препараты на выбор врача по клетокселу, или доцитокселу, или иринотыкан. И здесь это исследование было положительным, поскольку первичные и конечные точки были достигнуты. И вот мы видим, что общая выживаемость при плоскоклеточном раке пищевода значимо отличались. И особенно была выделена подгруппа у пациентов, которые имеют СПС более единицы. При плоскоклеточном раке и медианы мы видим, они отличаются 10 месяцев против 6 и 60-х месяцев. Исследование Трекшн-3 у больных плоскоклеточным раком пищевода после прогрессии на химиотерапии, то есть тоже вторая линия лечения. Неволюмаб сравнивали с доцитокселом или паклитокселом по выбору врача. И нужно сказать, что исследование было положительным, после чего препарат был одобрен FDA в июне 2020 года. Результаты были такие. Было получено статистически достоверное улучшение общей выживаемости, снижение риска смерти на 23% и при подгрупповом анализе общей выживаемости у пациентов независимо от PDL экспрессии было подтверждено именно статистически значимое улучшение этих показателей. Также было интересным опубликовано на последней маске GI результаты у больных по выживаемости в зависимости от ответа на лечение. Вот давайте посмотрим столбик, мы увидим, что пациенты, которые имеют не только полную регрессию на невалимабе, но также и частичную стабилизацию заболевания. Таких больных было в два раза, в три раза больше, которые даже при стабилизации заболевания по сравнению с химиотерапией прожили три года. О чём, собственно говоря, и свидетельствуют те кривые общей выживаемости, которые мы видим ниже. это выживаемость больных, которые имели полную регрессию, частичную регрессию. Три года прожили 28% больных и больные со стабилизацией таких больных отмечалась общая выживаемость трёхлетняя на уровне 19%, то есть практически пятая часть больных даже со стабилизацией заболевания имеет шанс длительно жить. Комбинация иммунопрепарата во второй линии лечения. Мы знаем уже о сочетании возможности использования иммунокомбинации анти-CTL4 с анти-ПД1 препаратами и мы знаем, как работает эта комбинация, поэтому я сейчас не буду останавливаться на тонкостях и механизмах этих подходов. Но отмечу, что такая комбинация была использована в исследовании Checkmate32. Это была вторая фаза исследования. Пациенты, которые имели аденокарциному пищевода, начинают второй линии более поздней, сравнили эту комбинацию с монотерапией неволюмаба и в этой комбинации также было предусмотрено два режима. Неволюмаб 1 мг и 3 мг на килограмм и неволюмаб 3 мг и 1 мг на килограмм и было показано, что у европейской популяции объективный эффект составляет 17% больных, в том числе возможность достижения полного ответа, контроль над заболеванием у 33% и также значимое улучшение медианы общей выживаемости. Мы видим, что на уровне полутора лет 30% составляют эти данные. И было показано, данные тоже были представлены на одном из Конгресса ВАСКО, что пациенты, получающие ответ на лечение, эти ответы происходят независимо от ПДЛ статуса пациентов. Первая линия лечения. Здесь мы уже говорим, конечно, о комбинациях с иммунопрепаратами и химиотерапией. Давайте подумаем, почему мы обращаемся к химиотерапии, поскольку имеются доказательства прямого и также непрямого иммуностимулирующего действия и химиотерапии. И нужно сказать, что препараты могут в зависимости от дозы также влиять. В частности, метрономное лечение, мы знаем, запускает иммуномодулирующие эффекты в том числе. А высокодозная химиотерапия, наоборот, вызывает лимфоэмилодепрессию. Но также нужно помнить о том, что химиотерапия позволяет увеличить иммуногенность опухоли. И это один из факторов, который позволяет успешно достигать результатов и улучшать результаты лечения. И вот исследование Кинот-062, доложенное в 2019 году на АСКО, по лечению больных с аденокарциномой пищевода. Здесь было три рукава, где использовался вариант монотерапии пембролизумабом. Сравнивали его с химиотерапией, цисплатин и вторсодержащие препараты, и плацебо и химиотерапии. И вот было показано, что в первой линии общая выживаемость при использовании пембролизумаба не хуже химиотерапии при СПС более единицы. Однако же опять-таки выделяется группа больных, которая имеет СПС более десяти. Что касается комбинации пембролизумаба с химиотерапией, то здесь не было значимых улучшений общей выживаемости и безрецидивной выживаемости ни при той, ни при другой показателе СПС. Киноут 590. Очень интересное исследование, которое позволяет сравнить комбинацию пемболизумаба с химиотерапией против химиотерапии в первой линии у больных, которые имеют плоскоклеточный вариант рака пищевода. И также аденокарциному пищевода. Третья фаза. И мы видим, что сравнивалось опять-таки комбинация пемболизумаба с цисплатином и 5-фтурурацилом. И такой же вариант химиотерапии с комбинацией с плацебо как контрольная группа. Было получено улучшение общей выживаемости во всех изучаемых подгруппах, но особо обратило внимание на себя плоскоклеточный рак пищевода при наличии СПС более 10, где были получены максимальные выигрыши по общей выживаемости и также выживаемость без прогрессирования аналогичным образом отличалась именно в этой подгруппе. На последнем конгрессе ЭСМО представлено исследование Трекшн-4, где включались больные с аденокарциномой пищевода в первой линии лечения. Это комбинация неволюмаба со стритоцином и оксалиплатином и сравнивалась также неволюмаб с Капиокс схемой. И было показано, что комбинация неволюмаба с химиотерапией выигрывает не только по общему ответу на лечение, но также и по медиане ответа на лечение. Они примерно равны и нужно сказать, что выигрывает по длительности ответа на лечение. И что касается обзора безопасности, то мы видим, что показатели имеют приемлемый вариант токсичности, поэтому в принципе мало отличаются от группы контроля. Выживаемость без прогрессирования в этом исследовании представлена на слайде. Мы видим отличия значимые, которые составляют выживаемость без прогрессии 10 медиана 10 месяцев по сравнению с 8, но только на химиотерапии. И еще одно исследование значимое, которое было представлено также на последнем конгрессе ЭСМО, это чекмейт 649-я аденокарцинома рака пищевода, в частности, нас интересует. И здесь использовалась комбинация НИВА-ИПИ, 4 цикла с последующей монотерапией и сравнивалась здесь комбинация НИВА с химиотерапией и химиотерапией комбинация ксилокс или фолфукс. Лечение проводилось до прогрессирования неприемлемой токсичности и мы видим, что значимым образом выделена группа подгруппа пациентов с PDL1 CPS больше 5, где отмечается увеличение общей выживаемости, максимальное снижение риска смерти на 29% и улучшение медианы общей выживаемости на 3,3 месяцев. И именно эта ситуация нас сподвигает к комбинированному назначению иммуно-онкологических препаратов и химиотерапии по сравнению с химиотерапией. А вот результаты, которые были представлены в нашем июне этого года. АСКО-2021 представляла результаты исследования Checkmate 648 по использованию комбинации иммуно-иммунотерапии Ниволюмаб с Ипелимумабом и Ниволюмаб с химиотерапией против только химиотерапии. Очень интересное исследование, поскольку нам позволяет сделать очень многозначные выводы. И так немножечко более подробно остановлюсь, поскольку это новое исследование. Пациенты в одной и в другой подгруппе были с ПДЛ позитивным статусом. Их было примерно равное количество по сравнению с больными, которые имеют ПДЛ менее единицы. Также были и в группе контроля на химиотерапии пациенты были по этим факторам сопоставимы. И по длительности лечения также было выделено, что пациенты, которые в последующем получали иммунотерапию, то 5% это пациенты, которые в группе неволюмаба, и у 16% больных было назначено в последующем иммунотерапия к тем, кто получали химиотерапию. Было показано, что обе комбинации с неволюмабом увеличивают общую выживаемость как в общей популяции, так у пациентов, которые имеют ПДЛ больше единицы. И подгрупповые анализы по общей выживаемости показывают, что обе комбинации по всем изучаемым признакам дают нам выигрыш при назначении по сравнению с химиотерапией. Выживаемость без прогрессирования также отличалась в группе комбинации неволюмаб с химиотерапией как в общей популяции, так и у ПДЛ позитивных больных более единицы. И также по частоте и длительности ответа при анализе подгруппы неволюмаб с химиотерапией отмечено увеличение общего ответа и длительности ответа как в общей популяции, так и у ПДЛ позитивных пациентов. И также интересно то, что комбинация неволюмаб с эпилемумаб позволяет увеличить длительность ответа на лечение. Относительно безопасности наиболее частыми нежелательными явлениями в группе комбинации с химиотерапией были тошнота, снижение аппетита и стоматит. В комбинации с эпилемумаб зуд, сыпь и гипотиреоидизм. Но большинство осложнений было первой-второй степени, осложнение третьей-четвёртой степени наблюдались у менее чем 6% больных. И мы перешли к последнему нашему заключительному этапу. Это эдювантная терапия. Собственно говоря, уже касались мы этого исследования в докладе у Сергея Викторовича Чикмэй 577-ое представлено на одном из последних конгрессов. Пациенты с плоскоклеточным раком пищевода и аденокарциномой неволюмаб сравнили с лацебо у больных, которые имели резекцию РНОЛЬ и резидуальную опухоль в хорошем общем состоянии и было получено, что неволюмаб обеспечил прекрасные результаты по безрецидивной выживаемости со снижением риска рецидива, а также снижение смерти на 31% и удвоение медианы выживаемости без прогрессирования. Мы видим, в два раза они отличаются по сравнению с плацебо. И всегда мы обращаем на качество жизни, если говорим об адюванте. Эти результаты представлены на последнем АСКО-ДЖА, и мы видим, что оно значимо не отличается и не страдает по тем опросникам, которые были представлены. Таким образом, можно говорить о новом стандарте лечения в адюванте у больных после химиолучевого, хирургического лечения тех больных, которые не имеют ПСР и в зависимости от ПДЛ-1 и гистотипа. Таким образом, мы подошли к концу нашего доклада. Мы понимаем, что иммунотерапия расширила возможности лечения пациентов рака пищевода значимо. Практически мы можем обсуждать все линии терапии и адювантные возможности лечения этих больных. Если говорить о том, когда, кому и что и зачем, вопросов намного больше конечно в нашей жизни они задаются, но в целом представляя суммарно то, о чем я говорила, мы понимаем, что мы получаем значимое увеличение общей выживаемости и частоты длительности ответов, а также безрецидивная выживаемость у пациентов, получающих адюван. Вопрос. Согласны ли вы, что использование иммуноонкологических препаратов является перспективной опцией лечения больных раком пищевода? Да или нет? Да, согласен 100% участников, так что благодаря вашему сообщению удалось убедить абсолютно всю аудиторию о том, что адювантная иммунотерапия, она, конечно, перспективна и нужна для наших пациентов. Спасибо большое. Спасибо большое всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok